У нас сегодня довольно много тем, не знаю, из тех, что мы вам предложили, не знаю, на чём остановились вы, но я думаю, что в любом случае мы не обойдёмся без разбора последствий удара по Лисичанску, потому что там вчера начали выясняться подробности, что погибли не простые люди какие-нибудь, а, ну, например, министр чрезвычайных ситуаций, так называемый непризнанный, значит, ЛНР Алексей Потелещенко и другие люди. Что скажете? Ну, что-то можно сказать. Погибли 27 человек, в том числе министр по чрезвычайным ситуациям вот этой самой ЛНР. Я не думаю, честно говоря, что жизнь других людей, которые погибли в этой при этом ударе, она менее ценная, чем жизнь этого министра. Все, ну, как раньше говорили, да, все перед Богом равны. И это действительно так. Теперь, ну, ясный вопрос, который сразу возникает, а, так сказать, кто несёт ответственность за гибель этих людей? И, на мой взгляд, ответ, в общем, достаточно понятен. Ответственность несут те, кто, а, развязал войну против Украины, и, б, те, кто, ну, это понятно, кто это, Путин и его комарилья. И те, и, б, это те слои, те группы российского населения, которые эту войну поддерживают. Или же равнодушно к ней относятся. Вот что можно сказать, да. Ну, такой, это эпизод войны, который будет повторяться и с той, и с другой стороны. Это свидетельство того, что уже давно и понятного, и очевидного факта, что война затрагивает не только воюющей армии, но и население, мирное население, ну, и чиновников с той, и с другой стороны. Такое тоже бывает. Тогда продолжим, и, мне кажется, нужно, необходимо прямо-таки вернуться к новости, одной из главных новостей прошлой недели. Много было разговоров об отставке Залужного, и Владимир Зеленский впервые, насколько я понимаю, так или иначе, публично сказал, что действительно над этим раздумывает. С точки зрения войны, с точки зрения тактики Украины в этой войне, на что это может повлиять, Юрий Евгеньевич? Ну, ничего хорошего из этого для Украины не следует. Вот, видите, на протяжении уже более недели, как я понимаю, Залужный, во-первых, находится в подвешенном состоянии. Залужный – это не просто рядовые офицеры или рядовые генералы, это главнокомандующий вооруженными силами Украины, человек, который несет прямую персональную ответственность за ведение, за военные действия. подвесить его в таком положении, кстати, он оказался в подвешенном состоянии по непонятной для меня, ну, я думаю, для многих причине. Потому что, ну, здравый смысл, политическая логика и политический, кстати, опыт, накопленный тысячелетиями, показывает, что если в условиях войны президент или там, ну, любой, любая персона номер один, лицо номер один или как его там называть, неважно, хочет уволить в отставку военно-командующего вооруженными силами, значит, нужно, по крайней мере, объяснить обществу, если это демократическая страна, как Украина, объяснить обществу и армии, повторяю, и армии тоже, в чем проблема? Почему, почему этот, значит, почему планируется сменить, сменить руководство командования вооруженных сил? Ничего подобного пока не сделано. Речь идет о том, достаточно, ну, для меня, мягко говоря, непонятный аргумент, который привел Владимир Александрович Зеленский в последнем интервью РАИ, это итальянское новостное агентство. Значит, а я вот продумываю, вообще говоря, обновление руководства. Ну, прекрасно. Человек продумывает обновление руководства в условиях очень острой войны, очень острого момента в войне, тяжелой войне. Многие называют нынешнюю ситуацию критической для Украины. И в это время, значит, президент страны продумывает вопрос об обновлении руководства. На основании чего, спрашивается? Какие ошибки допустил Зеленский или другие военные руководители? Залужные вы имеете в виду? Что? Какие ошибки допустил Залужные вы имеете в виду? Нет, да, ну, Залужные... Или другие военные руководители, так сказать. Да, потому что Зеленский ведь сказал, что речь идет не только о Залужном, а речь идет о... Да-да, вы просто оговорились, вы назвали Залужного Зеленским, а так все нормально. А, да-да-да. Ну, это фамилии как-то... Да-да, похоже. Как кто-то пошутил, мы знаем, что инициалы следующего президента России ВВП, а президента Украины ВЗ. Ну, да. Ну, я прошу прощения за эту вот оговорку. Значит, всё это ни к чему хорошему не ведёт. Пока, как я понимаю, это достаточно ясно привело к тому, что военное командование и офицерский корпус, и, я думаю, личный состав вооружённых сил Украины находятся в некоторой растерянности. А, почему снимают Зеленского? Или если не снимают, то зачем вообще весь этот шум поднялся? По какой причине? Кто будет вместо? Любой человек, и тут нужно ясно сказать, это законы бюрократии, любой человек, назначенный на пост такого масштаба, ему придётся в течение как минимум нескольких недель входить, значит, разбираться с положением дел, знакомиться с деталями, выстраивать свою собственную систему взаимоотношений с подчинёнными. Так всегда было, есть и будет. Таковы законы бюрократии. При этом ситуация на фронте достаточно критическая. В общем, то, что можно сказать на сегодняшний день, как говорят, посмотрим. Было довольно странное заявление господина Подоляка, известный сотрудник Офиса Президента о том, что Офис Президента или кто-то ещё ведёт некий аудит ошибок действий вооружённых сил Украины за два года для того, чтобы выявить ошибки. Ну, в общем, как я понимаю, это достаточно ясное указание на то, что собирают некий компромат. Ну, не знаю, по-моему, это существенная ошибка. Хорошо, тогда успеем ещё обсудить одну историю, значит, про то, что на севере Авдеевки продолжается продвижение российских войск, и некоторые украинские источники пишут о критической ситуации для ВСУ. Хотелось бы вашего комментария тоже. А комментарий очень простой, значит, действительно, и не только на севере, но вот если посмотреть на карту, там достаточно понятные, вот чёрные такие линии, вот это продвижение, это направление движения, направление наступления российских войск в районе Авдеевки. Значит, на севере происходит довольно понятная ситуация. Вместо того, чтобы в лоб брать ключевой объект, от которого зависит вообще судьба всего этого района, всего этого участка, это Коксахим, значит, вот там такой чёрный четырёхугольник, значит, обозначен. Ну, российские войска пытаются обойти его и перерезать дорогу, по которой снабжаются вооружённые силы Украины. Одновременно идёт наступление на юге, там была, значит, вот в южной части, там была известная вот эта проход российских войск через канализационную систему. Они вышли в тыл вооружённым силам Украины, подразделению вооружённых сил Украины, и там вроде бы то ли закрепились, то ли не закрепились. И, значит, вот с южного фаса, как говорят, с южного фланга, вот идёт наступление, тоже пытаются пройти, замкнуть кольцо окружения. И второе направление на юге – это движение вот вдоль дороги, вдоль большого крупного шоссе, значит, на северо-запад. Вот такая ситуация. Назвать её критической, да, ситуация достаточно сложная. Её называли критической уже на протяжении как минимум месяца на разные источники в Украине. Но она действительно сложная, потому что там защищают этот район три бригады вооружённых сил Украины. Россия бросила туда, на захват Авдеевки, бросила шесть бригад, семь полков, в том числе три танковых полка и целый ряд подразделений спецназа. Отсюда возникает вопрос, насколько целесообразна защита, значит, удержание Авдеевки, ну, для вооружённых сил Украины. Как я понимаю, вот вопрос целесообразности этого удержания или защиты крепости Авдеевка, как иногда называют фортеции Авдеевка, значит, является одним из пунктов противоречий между Зеленским и Залужным. Понятно. Тогда, может, мы ещё успеем, что-то мы сегодня в отличном темпе идём, может, мы успеем поговорить про долгожданный двухпартийный законопроект о дополнительном финансировании, который американцы одобрили. Последнее время говорят, что Украина испытывает сложности, как раз потому, что Соединённые Штаты перестали, ну, всё закончилось, что было одобрено, а поскольку новая помощь не одобрена, то и не присылают ничего. Ну, Украина действительно в сложном и тяжёлом положении, и, видимо, если в Соединённых Штатах этот вопрос решён не будет положительно, значит, ситуация к лету может посложниться очень сильно. Что произошло? Группа сенаторов, представителей демократов, республиканцев согласовали проект закона об обеспечении национальной безопасности, по-моему, он так называется. В рамках этого законопроекта 60 с лишним миллиардов долларов должно быть выделено Украине. Голосование в Сенате должно состояться завтра. Оценки, в общем, достаточно пессимистичны. Пессимистичны по двум причинам. С одной стороны, Трамп категорически заявил о том, что его, ну, все республиканские представители в Конгрессе, сенаторы и представители в Паладе представителей, значит, должны голосовать против. Это, в общем, достаточно сильное заявление, очень влияет, потому что конгрессмены и сенаторы, и республиканцы боятся, ну, понимают, что Трамп может быть избанным президентом и не хотят портить отношения с будущим руководителем страны. Кроме того, есть недовольство со стороны левых демократов, в том числе Берни Сандерса и некоторых других, которые упрекают Байдена в том, что тот слишком, значит, пошел навстречу слишком республиканцам и подрывает возможности адаптации тех людей, которые перебираются в Соединенные Штаты, вот тех самых нелегальных мигрантов, которых очень любят и очень защищает Берни Сандерс и его, так сказать, ну, те люди, которые разделяют его точку времени. Значит, ну, завтра посмотрим, как будет голосование, но проблема еще и в том, что законопроект должен быть одобрен в Палате представителей. Тамошний спикер, республиканец Майк Джонсон заявил о том, что он не будет, старается не поставить его на голосование, вместо этого предложил проголосовать отдельный законопроект о помощи Израилю. В общем, ситуация крайне запутанная. Ну, в общем, здесь ясная совершенно ситуация, когда личные устремления Дональда Трампа, его амбиции, и с одной стороны, с другой стороны, его собственные опасения в том, что если он не будет избран президентом, ему грозит судебное преследование с очень серьезными последствиями. Ну, вот, значит, такая вот позиция одного человека, который обладает влиянием на республиканских конгрессменов и сенаторов, может привести к очень тяжелым последствиям, ну, я могу даже сказать, глобального характера, потому что позиция Украины и будущее Украины кардинально, критически зависит от американской помощи.